всех приветствую на своем канале сегодня я приготовила для вас узорчик он состоит из ажурных таких вот галочек и на конце будет шишечка также приготовила схему рисунка смотрите сам рапорт узора состоит из 10 петелек в этом узоре я буду вязать вот эти два рапорта и затем его концовочку вверх я свяжу также у меня здесь провязано 2 рапорта высоты то есть высота это 20 петелек начинала я с платочной вязки вязать образец и затем продолжала на лицевой клади делать эти узоры что вы узнаете в этом узоре как сделать провязать 2 петельки вместе с наклоном влево с наклоном вправо и как связать 3 петельки вместе чтобы вот эта средняя петелька была посередине и конечно я покажу как я вижу вот такие вот шишечки они связаны также спицами в пять петелек и смотрите по бокам от шишечки не будет никаких дополнительных дырчик зазорчиков я покажу как этого избежать этот способ я сама только недавно узнала поэтому хочу с вами им поделиться этот образец у меня связан из пряжи супер лана классик фирмы alize 280 метров 100 граммах и вязала я его на спицах номер три то есть достаточно такая тоненькая ниточка более подробно я напишу его либо в сноске под видео какой-то код попытаюсь восстановить потому что это у меня был остаток от какого-то уже изделия куда хорошо применить вот этот узор он будет смотреться оригинально на шарфике а также я его если честно больше вижу на детской кофточке например либо связать и им можно полностью кофточку детскую для девочки потому что на мой взгляд он напоминает такие маленькие розочки либо например связать кофточку лицевой гладью а рукавчики декорировать вот таким вот узорчиком либо просто пустить его например на платье на юбочку вот эти вот например один рапорт или два рапорта по низу юбки или платье очень будет симпатично смотреться я хочу чтобы вы сделали скриншот если вам так будет удобнее вязать то есть еще раз напомню что рапорт это 10 петелек плюс 7 петелек еще то есть одна из этих 7 петелек идет вот от начала то есть раппорт у меня обозначен стрелочкам и вот эти 7 петелек 1 суда идет и 6 суда то есть они заканчиваются симметрично одной лицевой всего я вот если вязать этот один рапорт получается 17 петелек плюс 2 короночные то есть 19 петелек у меня в этом образце как я говорила я вязала 2 рапорта таких потом заканчивала то есть у меня здесь набрано 29 петелек 2 раза по 10 17 петелек и по бокам 2 кромочных также можно несложно рассчитать сколько вам нужно петелек то есть умножаем сколько рапортов вы хотите прибавляем 7 петелек не забываем что он должен у нас заканчивается обязательно симметрично но все набираем нужное количество петелек сколько вам нужно и попробуем связать либо образец либо можно уже начать в его вставлять готовые изделия как вы видите я уже связала один рапорт рисуночка только я здесь чуть-чуть перемудрила и когда вязала три петельки вместе я чуть-чуть сделала неправильно вместе с вами свяжу наиболее правильный вариант и так первый ряд у нас идут лицевые все полностью второй ряд у нас идут изнаночные лицевые у меня вяжутся за заднюю стеночку довязываем ряд до конца второй ряд второй ряд идет изнаночный и мы провязываем все петельки изнаночными я начала третий ряд третий ряд у нас вяжется также полностью лицевыми петельками а четвертый ряд вяжем полностью изнаночными петельками и встречаемся с вами уже в пятом ряду пятый ряд пятый ряд у нас начинается с одной лицевой далее идет накид и две петельки вместе мы провязываем лицевой с наклоном влево просто вяжем их вместе за заднюю стеночку далее идет лицевая теперь идет лицевая с наклоном у нас вправо их можно вот так вот перевернуть и провязать вместе за переднюю стеночку и и снова накид далее идет 5 лицевых 1 2 3 4 5 и снова у нас идет накид две петельки с наклоном влево мы провязываем за заднюю стеночку вместе далее лицевая и с наклоном вправо можно петельки перевернуть а можно провязать скрещенной лицевой смотрите вот они уже располагаются мы их не переворачиваем а сразу подцепаем и провязываем за переднюю стеночку вместе вот у нас получилась петелька с наклоном вправо но не всем будет такой способ удобен далее накид снова 5 лицевых 1 2 3 4 5 то есть я повторила вот этот раппорт 10 петелек 2 раза 10 10 и сейчас у меня осталось провязать 6 петелек я делаю накид 2 петельки с наклоном влево лицевая переворачиваю петельки чтобы провязать их с наклоном вправо накид и заканчивается у нас все 1 лицевой и кромочная и теперь у нас идет шестой ряд 6 ряд мы вяжем просто все изнаночные петельки также накиды мы провязываем также изнаночными петельками далее встречаемся с вами в седьмом ряду 7 ряд кромочную мы снимаем далее идет 2 лицевых 12 далее идет накид и теперь нам надо провязать вот эти три лицевые вместе смотрите смотрите я их вот так снимаю за переднюю стеночку далее вижу лицевую и их накидываю эти обе вот так у нас получается что третья средняя петелька у нас находится по середине далее накид и вижу 1 2 3 4 5 6 7 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 и 7 мы делаем накид снова снимаем первые 2 2 петельки за переднюю стеночку вяжем третью петлю и накидываем 2 снятых петельки вот у нас получается что третья петелька у нас по середине и после этого мы снова делаем накид то есть по бокам а вот от этой убавки в 3 петельки у нас находится по одному накиду далее снова вяжем 7 лицевых связали 7 лицевых связали 7 лицевых далее идет накид снимаем первые 2 петельки вяжем лицевую и накидываем снятые петли и снова делаем накид довязываем последние две лицевые 1 2 кромочная теперь у нас идет восьмой ряд кромочную снимаем и провязываем полностью все весь ряд изнаночными петельками и встречаемся с вами в девятом ряду девятый ряд девятом ряду мы будем делать шишечки начинается с того что кромочную мы снимаем далее тут три лицевые 1 2 3 и вот уже этой петельки которая получалась из трех убавленных петелек мы будем делать шишечку сейчас я вам покажу как она у меня создается смотрите я вот от этой петли идет ниточка я ее накидываю и провязываю лицевой скрещенной далее вот в эту петельку которая создалась когда мы убавили три петельки я вижу лицевая накид лицевая и снова от нее поднимаю ниточку накидываю на спицу и вяжу скрещенной лицевой так я получила 5 петелек из протяжки 3 петельки из петли и еще одна петля из протяжки переворачиваю вязание первую петельку я снимаю и вяжу оставшиеся 4 изнаночные 3 4 снова переворачиваю вязание кромочную снимаю и вяжу 4 лицевые 3 4 и последний раз переворачиваю кромочная и 4 изнаночные и теперь смотрите нам надо закрыть эти 5 петелек можно конечно закрыть таким же способом чтобы третья петля оказалась посередине но здесь вот я закрывала она не посередине в принципе довольно симпатично получилось смотрите я снимаю 1 2 3 3 петельки я снимаю далее вижу следующие две вместе и затем накидываю эти три петельки 1 2 и 3 хорошенечко затягиваю и вижу получается 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 8 9 лицевых то есть у нас так же шишечка должна получиться вот из этих из этой вот петельки также поднимаю смотрите вот чтобы не . шла вот от этой петельки вот она получается и вот она будет также накидываю и провязываю ее скрещенной лицевой при таком способе не образуется лишних дырочек никаких видите здесь все аккуратненько вот здесь по бокам от шишечки нет ничего далее первую петельку мы сделали далее вяжем в петлю лицевая накид лицевая и снова вот она ниточка накидываем ее и провязываю скрещенную лицевую получили пять петелек теперь вяжем в кромочную снимаем вяжем 4 изнаночных переворачиваем кромочную снимаем вяжем 4 изнаночных и последний раз переворачиваем вяжем 4 изнаночных 3 петельки мы снимаем следующие 2 вяжем вместе и накидываем 3 петельки можно накидывать их поочередно можно накинуть все сразу ну конечно так не очень удобно буду также вот поочередно 1 2 и 3 хорошенечко нитку затягиваем снова вяжем 9 лицевых и вяжем последнюю шишечку мне получается я думаю что вы справитесь самостоятельно у меня провязан полностью 9 ряд теперь идет 10 также вяжем его лица изнаночными петельками вот на моя шишечка я и провязываю также изнаночной чуть-чуть под затягиваем петельки когда мы провязываем ее и доходим до следующей шишечки вот она дошли как следует подтянули нитку под затянули и продолжаем вязать довязываем 10 ряд и вяжем снова 11 ряд полностью лицевые 12 ряд полностью изнаночные то есть 13 ряд лицевые 14 изнаночные то есть мы провязываем абсолютно так же как мы вязали 1 2 3 и 4 ряды и встречаемся с вами уже в пятнадцатом ряду 15 ряд мы вяжем 1 2 3 4 5 6 6 лицевых кромочную мы снимаем и вяжем 1 2 3 4 5 6 далее накид и 2 петли вместе с наклоном влево далее лицевая идея петельки с наклоном вправо можно связать его двумя способами или вот так вот то есть вот так скрещенной лицевой две петельки вместе либо перевернуть петли связать их за переднюю стеночку снова накид 5 лицевых 1 2 3 4 5 накид 2 петельки вместе с наклоном влево лицевая и те петельки с наклоном вправо теперь я свяжу вторым способом накид и довязываем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 и кромочная 16 ряд мы вяжем также изнаночными петельками и встречаемся уже в семнадцатом ряду 17 ряд вяжем 1 2 3 4 5 6 7 7 лицевых кромочную снимаем и вяжем 1 2 3 4 5 6 7 накид и 3 петельки вместе 2 петельки я снимаю за переднюю стеночку вижу лицевую и накидываю снятые петельки и снова лицевая вяжем далее 7 лицевые вяжем далее 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 накид 2 петельки снимаем за переднюю стеночку лицевая и одеваем снятые петельки накид не забываем делать вокруг 2 накида и довязываем оставшиеся лицевые переворачиваем вязание вяжем 18 ряд полностью изнаночными петельками и встречаемся в девятнадцатом рядов для формирования шишечек 19 ряд снимаем кромочную вяжем с вами 1 2 3 4 5 6 7 8 8 лицевых шишечка у нас видите образуется из вот этих вот убавлений в 3 лицевые смотрите вот она ниточка от петельки то есть не вот эту я поддеваю а именно то что идет от петли которая находится на спице накидываю ее и провязываю скрещенной лицевой первую петельку связали далее вижу лицевая накид лицевая и снова скрещенная лицевая из протяжки 5 лицевых мы получили переворачиваем вязание и повторяем все те же действия что мы делали и внизу то есть кромочная 5 изнаночных кромочная 4 лицевых кромочная 4 изнаночных и теперь убавляем 3 петельки снимаю две петельки вижу вместе и накидываю на них 3 снятые петли хорошенько затягиваем и вяжем 9 лицевых то есть чтобы у нас шишечка выпала 5 вот на эти убавленные 3 петельки вот она ниточку я думаю с этой шишечкой вы справитесь самостоятельно на этом у нас все будет закончено вяжем изнаночный ряд и наш раппорт рисунка будет повторяться снова с первого ряда а я на этом буду заканчивать до новых встреч пока пока